Добрый день, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке естествознания. Тема сегодняшнего урока как растения приспособлены к условиям жизни. Изучив эту тему, вы сможете объяснять способы приспособления растений к различным условиям окружающей среды. Стихотворение, которое я вам сейчас прочитаю, поднимет вам настроение и наполнит ваши сердечки теплом. Солнце в небе проснулось, нам, ребята, улыбнулось. Глазки тихо закрываем, руки к небу поднимаем, лучи солнышка возьмем и к сердечку поднесем. Переходим к нашей теме. Растения распространены на земле почти повсеместно. Необыкновенная приспособленность растений к различным местам обитания поистине удивительна. Бывает даже трудно представить, как то или иное растение может существовать в трудных, порой экстремальных условиях природной среды. А они живут, растут, развиваются и дают потомство. Какие же условия требуются для жизни растений? Для правильного роста и развития растений необходимы следующие факторы. Воздух, свет, вода, тепло, питательные вещества. А сейчас проведем исследование. Цель этого исследования определить, почему свет важен для растения. Сформулируем гипотезу. Свет важен для роста растений. Начнем со слов. Если растение не будет получать достаточного количества света, то для нашего исследования вам понадобится два стакана с водой, непрозрачный пакет, две луковицы с ростками. Нальем в стакан воду. Опустим в них луковицы с листочками. Поставим растение в теплое светлое место. Одну луковицу накроем черным пакетом, не пропускающим свет. Наблюдаем. Через 3-4 дня снимаем с луковицы пакет. Сравниваем цвет и величину листьев у луковицы. Мы увидим, как изменилась величина листьев и как изменился цвет листьев. Как вы думаете, ребята, почему это произошло? Правильно, это произошло потому, что растение не получало достаточного количества света. То есть, мы подтвердили свою гипотезу. Все растения приспособлены к определенным условиям жизни. При изменении этих условий растение может внешне меняться. По отношению к потребности к свету растения бывают светолюбивые и теневыносливые. Светолюбивые растения любят свет, имеют мелкие листья, сильно ветвящиеся побеги и много хлорофила. Большинство огородных культур принадлежат именно к светолюбивой группе. В тени они чахнут, растут на открытых, хорошо освещенных местах. Тени выносливые растения растут при ослабленном освещении. Этим растениям для нормального развития наличие хорошего освещения не обязательно и даже вредно. На солнечном свету они чувствуют себя угнетенно. Имеют тонкие листья, крупные, расположенные горизонтально с меньшим количеством устиц. Это мхи, папоротники, вороний глаз. Итак, какой вывод мы можем сделать? Правильно, свет необходим растениям. Без солнечных лучей растение погибнет. О влиянии тепла на жизнь растений мы поговорим на следующем уроке. А сейчас мы проведем с вами рефлексию. Если вы выбираете солнышко, значит вам было интересно и все понятно. Если выбираете солнышко и тучку, то на уроке вы немного затруднялись, но все понятно. А если выберете тучку, на уроке мне не все удалось. На этом мы завершаем свой сегодняшний урок. Спасибо всем за внимание!